Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео я покажу вам свою подборку лучших ритм-секций всех времен и народов. Это будут крутейшие примеры взаимодействия басиста и барабанщика, синхронные действия которых доведены до автоматизма, до уровня интуиции. Они понимают друг друга практически без слов и играют вместе на протяжении большого количества времени. К тому же я считаю, что бас-гитара вообще в полной мере раскрывается и способна внести импакт именно в связке с ударными инструментами. Поэтому это важное направление деятельности любого басиста, игра с барабанщиком. Да и ценятся такие связки гораздо выше, чем, например, если вы играете круто сольно. Это будет не так круто цениться, если у вас есть друг-барабанщик, с которым вы играете на протяжении многих лет, понимаете друг друга и звучите как одно целое. Это будет цениться и принесет вам наибольшую пользу в вашей музыкальной карьере. В общем, мы не просто поговорим об этих примерах, но и поиграем по одному примеру басовой партии на каждую связку, на каждую ритм-секцию. В общем, давайте начинать. Ставьте чаек, либо берите бас в руки. Начинаем. Начнем с самого начала. Первый тандем Бутси Коллинз и Джабба Старк с ритм-секции знаменитого Джеймса Брауна. Один из самых ранних и первых примеров сложного взаимодействия басиста и барабанщика. Можно сказать, что они были те, кто одни из первых показал миру, насколько важна крутая сыгранная ритм-секция в песне. Это не просто аккомпанемент, обслуга какому-то харизматичному солисту в виде Джеймса Брауна, но это может быть и основой хита, и основой песни, запоминающейся вещь, как мелодия. То есть, очень сильный вклад они внесли. И сам Бутси Коллинз, он за счет своей вот этой эпатажности, даже один его бас в виде звезды, известный старбас, чего только стоит. И вот эта его эпатажность также повлияла на музыку и на узнаваемость, на то, какое они оставили за собой, какое оставили после себя вот это вот влияние. К примеру, тот же Бутси Коллинз очень сильно оказал воздействие на того же Фли, на Леса Клейпола, на многих бас-гитаристов. Можно сказать, зародил целое поколение вот этих вот крутых бас-гитаристов. Даже Пасториус тот же слушал и снимал партии Бутси Коллинз. А это не хухры-мухры, дорогие друзья, согласитесь. Жака Пасториус и Питер Эрскин. Ритм-секция знаменитой джаз-рок-группы Эвеза Репорта, образовавшейся в 70-х годах 20-го века. Огромное количество бас-гитаристов не проходит мимо творчества Жака Пасториус по понятным причинам. Огромный вклад, огромное влияние на развитие бас-гитары как инструмента. Такие хиты, как Бёрланд, Тинтаун изучаются по всему миру на эстрадно-джазовых отделениях. Это каноничные вещи, и каждый басист практически 99% их играют. С точки зрения понимания инструмента огромный пласт информации. Вообще 70-е годы это был расцвет сложной джаз-рок, фьюжн-музыки. Такие группы, как Эвеза Репорта, тогда ездили по миру, колесили с турами, собирали большие залы, стадионы, они были как звезды. Сейчас такого, конечно же, нету. В этом плане многое изменилось. Чтобы понять ритм-сексу и стиль игры Пасториуса, почему он играет именно так, почему Эвеза Репорта звучит так, тут нужно копать в афрокубинской музыке, в музыке Карибского бассейна, в этой культуре. Здесь в корне кроется основа игры Жака Пасториуса. Если не понимать эту культуру, не понимать эту музыку, не слушать ее, то навряд ли вы поймете Пасториуса. Это будет сложно сделать. Тем более я часто встречал комментарии, там, вот мы не понимаем Жака Пасториуса. Понятно почему, потому что тут нужно быть подготовленным, знать определенную народную музыку, определенную пласт культуры. Без этого будет сложно вообще понять, как это все строится. Даже у меня где-то валяется учебник афрокубинской музыки, там, сборник рифов. Этот стиль огромным образом повлиял на Пасториуса, на группу Эвеза Репорт, на их ритм-сексу, в частности, и Питера Эрскина в том числе. Рокко Прести и Дэвид Гарибальди. Ритм-секция, знаменитые фанк-соул группы Tower of Power. Во многом, благодаря их игре, группа достигла эпогея, стала культовой, стала уважаемой одной из самых влиятельных фанк-соул групп на планете. Кажется, что они довели до абсолюта, до идеальности насыщенные рифы на основе 16-го. К тому же, особая уникальная техническая манера игры Рокко Прести на основе мертвых нот с большим количеством глушения в левой руке. Также оказала влияние на звучание ритм-секции этой группы большое. Мне кажется, что он целенаправленно выбрал такой стиль для того, чтобы выделяться, для того, чтобы выделяться на фоне огромного количества других бас-гитаристов и групп фанкового направления. Их было немало. И к тому же, вот эта манера, она дает, придает звучание ритм-секции свою фактуру, свою артикуляцию особую. Потому что барабанщик волей-неволей это подхватывает, вот эту манеру. На основе 16-х, мертвых нот, вот эти вот артикуляции, акценты, они немножко другие, нежели при обычной традиционной игре. И это Рокко Прести использовал вот эту манеру в полном объеме и добился здесь большого успеха. Джон Пол Джонс и Джон Бона. Дуэт, известный своей работой в группе Элиет Зеппин. Пол Джонс был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен народов по версии журнала Rolling Stone в 2011 году. Личность, любимая критиками и довольно культовая. Джон Боном также его часто называют идеальным или одним из лучших барабанщиков для рока, для хард-рока, для металла. Он также является кумиром многих, особенно молодых барабанщиков и не очень молодых. В общем, также любимая критиками фигура, довольно культовая. Их отличает увлечение фанк-ритмами, соло-ритмами. И вот этот широкий подход к ритм-секции выделял их на фоне других тяжелых групп и выделял Led Zeppelin на фоне других также тяжелых групп. И оказал, вот этот ритм-секция оказал, конечно, немалое влияние на популярность и культовость группы Led Zeppelin. В общем, если вы увлекаетесь роком, хард-роком, даже металлом, то изучение партии и барабанных, в том числе и басовых группы Led Zeppelin вам сыграет, конечно же, на руку. Крис Новоселич и Дэйв Гролл. Ритм-секция группы Nirvana. У меня на канале есть большой разбор их игры, как ритм-секции. Ссылку оставлю. И сегодня также я решил их добавить в свой топ, свой список по ряду причин. Первая причина – то, что им удалось сформировать свой язык, свой стиль, узнаваемый неповторимый, свое звучание. Выделиться на фоне других и ритм-секцию Nirvana сложно спутать. На это повлияло ряд факторов. Это уникальный стиль Криста Новоселича. Я про него говорил. Легатная техника, когда он практически не отрывает руку при смене аккордов. И тем самым создавая такое мощное полотно. И это не могло не повлиять и на игру Дэйва Гролла. Также вторая причина – это огромное влияние группы Nirvana на музыку, в целом на поп-культуру, на рок-культуру. Не было бы таких групп, многих групп потом после Nirvana. Например, System of Down сильно влияние на… оказала Nirvana на System of Down и так далее. Подход к аранжировке, работа с динамикой и многое другое. В общем, добавляя список, одна из лучших рок-ритм-секций – это, конечно же, ритм-секций группы Nirvana. Джон Портер-младший и Джозеф-моделец. Стали известны благодаря своей работе в крутой фанковой группе The Matters. Это пример одного из лучших, один из лучших образцов взаимодействия басиста и барабанщика. Более того, они играют и сотрудничают по сей день. Уже, наверное, на протяжении лет сорока они вместе играют и записывают ритм-секцию большому количеству групп, не только фанковой направленности, но и другой поп-группам и так далее. В общем, ребята заслужили огромный респект и уважение в музыкальной среде. К тому же я могу сказать от себя, что я часто использую их рифы, если мне нужно, например, быстро показать какой-то риф, инструмент, например, на обзорах, надо что-то быстро показать и сыграть характер, показать инструмент, а у меня почему-то в голове сразу возникают вот эти фактуры их рифов, какие-то их зарисовки, я играю их. То есть, как бы, среди большого многообразия рифов, которые я играл, почему-то в первую очередь у меня возникают именно рифы этой группы, этих ребят. А это о чем-то-то и говорит. Фли и Чад Смит. Фли является одним из моих любимейших бас-гитаристов. Шо? Опять? Я так же никак не мог не добавить этот дуэт сегодня в наш список по ряду причин. Первая причина заключается в том, что они играют вместе уже 33 года в составе Red Hot Chili Peppers с 89-го года. Также записали даже совместную школу игры на басу. Причем эта школа была именно в контексте ритм-секции. То есть, это не просто Фли показывал там какие-то приемы, фишки. Он играл именно с барабанщиком, показывал, насколько это может быть мощное взаимодействие и как именно работать с барабанщиком. Чем эта школа... Одна из моих любимых, опять же, школ. Мне она очень нравится. Я ее уже давно посмотрел и рекомендую, если вы не смотрели, так же посмотреть. Она очень прикольная. Вторая причина заключается в том, что трудно себе представить группу Red Hot Chili Peppers без Фли, без Чада Смита. Они двигатели, они моторы этой группы. И они на концерте могут вдвоем все сделать. Они могут прокачать стадион только вдвоем. Он гитариста особо не нужен. Им дана довольно большая творческая свобода и влияние на творческий процесс Фли очень большое в группе. И, конечно же, не было такого бы Red Hot Chili Peppers, такой культовой группы, которая сейчас одна из самых просматриваемых, прослушиваемых в мире. Конечно же, без этих ребят не было. Поэтому, естественно, заслуженное место в списке это Фли и Чад Смит. Далее в нашем списке отечественный дуэт Вадим Курулев и Игорь Доценко. В середине 90-х годов у них сложился мощный тандем в составе группы DDT. И при их участии было записано большинство классических альбомов группы образца 90-х годов. Их музыкальный стиль, их игра отличается сдержанностью, отличается музыкальной дисциплинированностью. То есть она подчинена концепции, подчинена идее и образу песни. Это ритм-секция в классическом понимании этого слова, когда бас и барабаны не должны мешать рассказывать историю, не должны мешать солисту, не должны мешать другим солирующим инструментам, а должны усиливать это и служить общей концепцией идеи песни, общей историей. И несмотря на то, что они действовали в таких узких музыкальных рамках, у них не было такой свободы, конечно, как у Фли, там даже об этом говорить нечего. Несмотря на эту, как сказать, рамки музыкальные, рамки идеи, они добились все равно очень высоких результатов, несмотря на это. И их и басовые партии отличаются мелодичностью, отличаются кочевостью и запоминающейся. При этом это все усиливается мощной подачей Игоря Доценко. А на этом сегодня все, дорогие друзья. Это, собственно, все, о чем я хотел сегодня вам поведать в этом видео. Надеюсь, видео будет полезное. То, что оно информативное, это точно. Надеюсь, оно будет такое же полезное, как информативное. В общем, обязательно ставьте лайки, не забывайте, потому что под последним видео как-то не очень вы активно ставили лайки, очень мало лайков. Это очень важно для канала, для продвижения видео, для меня. Поэтому не поленитесь, поставьте лайк под этим видео, не расстраивайте Илюшу, в конце концов. Также не забывайте писать комментарии. Напишите, например, какие еще вы считаете ритм-секции достойны оказаться в этом списке, потому что это я назвал только такие основные. Еще можно продолжать, естественно, этот список дальше и дальше. Но у нас время не безграничное, ресурсы не безграничны, поэтому у нас сегодня то, что сегодня есть. И не забывайте, опять же, повторюсь, комментарии, подписочку оформить тоже дело нужное. И репосты тоже приветствуются. В общем, также я оставлю на Boosty нотное приложение в PDF-формате. К этому видео можете скачать, если кому-то нужно прям вот все видеть, перед лицом, одним файлом удобно все примеры, которые звучали. И даже чуть больше там будет. Чуть-чуть какие-то примеры там побольше будут. Вот. Поэтому тоже заходите, там свободный доступ. Все, дорогие друзья, на этом все. Опять же, не буду затягивать. Всем пока. Пока.